Здравствуйте! В эфире же недельной новости Смоленск АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Ремонтная кампания на станции. Конкурсы социально значимых проектов Госкорпорации «Росатом». Концерт театра «Песни Шанс». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Фактическая мощность – 178 мегаватт. Это 91,4% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и третьей энергоблоки суммарная нагрузка – 2129 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 15 дней января составила 587 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 10 января турбогенератор номер один первого энергоблока включен в сеть после проведения уникального ремонта. 8 ноября 2017 года был установлен турбогенератор номер один из-за того, что сработала защита по генератору. И последствия этого отключения привело к тому, что мы должны были выполнить капитальный ремонт статора генератора. Фактически сделали две трети всей обмотки. Мы сняли стержни 28 стержней верхних, 4 стержни нижних. И фактически ремонт статора, тот, который должен выполняться в заводских условиях, мы выполнили на нашей площадке. К работам по ремонту были привлечены персонал силовых машин. Дополнительно были представители от авторского надзора, были представители с филиалов атомно-энергоремонта с других площадок. Работа была организована круглосуточно, и мы успешно справились. В 63 дня ремонт завершили и включили в работу 10 января этого года в 13 часов 12 минут. В настоящее время близится к завершению выполнения ремонтных работ на энергоблоке номер 2. На Смоленскую атомную станцию уже прибыло дополнительно 75 человек, прикомандированного персонала с других площадок, для того, чтобы выполнить запланированные работы, которые лежат на критическом пути. В настоящий момент в стадии завершения по реакторному отделению находятся работы по замене обратных клапанов ДУ-65. Продолжаются работы по модернизации технической воды на главные дискульционные насосы, и происходит модернизация дренажных трубопроводов на питательном узле. В последующем у нас появятся работы по ремонту всасывающей части. На все эти работы персонал прибыл. В настоящее время включаются в составы бригад, и мы надеемся получить хороший результат в ближайшее время. Уважаемые дисногорцы, обращаем ваше внимание на то, что некоммерческие организации вновь могут принять участие в конкурсе по разработке и реализации социально значимых проектов. Атомная отрасль поддержит общественно полезные инициативы, запланированные к реализации в 2018 году на территории Смоленской области. Информация о конкурсах размещена на сайте администрации Десногорска. Хотел бы поделиться с вами о том, какая у дисногорцев есть уникальная возможность, которой воспользовались мы. Госкорпорация «Росатом» проводит конкурс на социально значимые программы, в которых в этом году решили поучаствовать и мы. Это дает массу возможностей. В первую очередь реализация тех планов, идей, которые есть в любой общественной организации, которая стремится достичь каких-то результатов, сделать что-то полезное. И поэтому вот этот конкурс социально значимых программ дает такую возможность. Мы в прошлом году провели чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой, что дало достаточно интересный такой резонанс в городе. Многим это мероприятие понравилось. Мы решили его развивать. Для того, чтобы его развивать и сделать более ярким и красочным, естественно, необходимы средства. К сожалению, бюджет города Десногорска не может себе позволить использовать средства на вот такие вот программы, хотя они очень интересны для горожан, потому что есть более насущные вопросы. Ну и вот эта возможность как раз участия в конкурсе дает нам такую возможность. Мы подали заявку. Надеемся на то, что заявка будет удовлетворена. И мы сделаем прекрасный праздник для горожан. Спортивный праздник. Наш проект называется «Чемпионат по рубке шашкой Центрального федерального округа Козарла». Для того, чтобы было понятно, что данные программы дают какую-то возможность реализации планов для общественных организаций, приведу вам простые примеры. Сегодня в городе существует ряд учреждений, таких как школы, детские сады, на примере которых можно посмотреть, что программа эта работает, что деньги выделяются, и можно реализовать что-то хорошее и важное для этого города. 11 января в здании Цессони Трина состоялся концерт театра «Песни Шанс» вместе с «Песней в Новый год». Вечером 11 января зрительный зал был переполнен. Здесь собрались поклонники творчества коллектива «Шанс». Он известен далеко за пределами Десногорска. И уже более 20 лет под руководством Аллы Карабинниковой радует нас песнями и дарит чувство праздника. Театр «Песни Шанс» действительно дал шанс многим найти свое призвание. На концерте выступили также ансамбли «Кураж» и «Радуга». Каждый номер увлека оценивало по достоинству, отдавая должное их мастерству. В этом году первый раз готовили вот такой зимний новогодний концерт. Весь репертуар новый. Профессионально звучали со сцены и вокальные номера в исполнении взрослых солистов коллектива «Шанс». Закончился концерт песней «Этот Новый год снегом обнимает» и общим выходом на сцену участников выступлений. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях, Вконтакте, Одноклассниках и Фейсбуке, а также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!